добрый день рада вас всех видеть и как я написала в приглашении к лекции до сегодня тема у нас ну более чем актуальная на самом деле причем независимо от возраста совершенно да сегодня будем говорить о здоровье ну соответственно и красоте до молочных желез почему тема актуальная потому что проблемы по молочным железам растут последние там десятилетия как снежный ком и хотя например по статистике мастопатия мастопатии этот в общем можно назвать все как бы да вот заболевание кроме онкологии молочных желез то есть 60 процентов но на самом деле это намного больше и если мы сюда включим еще пмс который идет тоже с изменением молочных желез то это будет все 90 с лишним процент то есть проблема выходит на один из первых планов потому что онкология связанные с молочными железами тоже очень распространена и почему это происходит мы тоже с вами немного поговорим и поговорим о том что же делать чтобы не попасть вот в эту страшную статистику потому что это действительно да уже совсем тогда речь пойдет о другом вот в соединенных штатах америки есть например предложение такое что женщинам у которых родственники по женской линии имели онкологию молочной железы и у которых есть подтвержденный генетический ген этот то после того как они там отражаются от кормят детей просто удалять молочные железы да вот такая профилактика то есть понимаете с одной стороны это такое вообще с точки зрения медицины жест такой ну в общем совершенно такой уже ну что мы можем еще да то есть такой совершенно вот какой-то беспомощности по сути да там они там пластику сразу делают и все как бы хорошо но понимаете я вот за 40 лет работы врачом я могу совершенно точно сказать что природу обманет обмануть очень сложно и даже если мы хирургически что-то удалим да то не факт что это не прорвет где-то в другом месте на самом деле и статистики такой пока еще нет потому что это не такие еще такой не такой длинный эксперимент в кавычках до который проводится но вот такое тоже существует наша медицина предлагает регулярно женщинам обследоваться раз в год делать узи или там маммографию если есть проблемы то чаще ну на самом деле посчитали что так как бы ну может быть где-то чуть пораньше что-то можно ухватить но проблема то она остается да и она растет как снежный ком и никуда от этого не деться поэтому наша с вами задача понять почему это происходит да потому что это будет и дальше и понять что делается для того чтобы я говорю не попасть в эту страшную статистику ну и давайте начнем с самого устройства молочной железы потому что когда мы это знаем и понимаем на многие вещи становятся понятными и так молочные железы есть и у мужчин и у женщин кстати в америке они значит был у них такой интересный такой до момент они там собрали разных ученых разных там да вот медицинских других там всяких сфер для того чтобы решить вопрос зачем мужчина молочной железы ни к чему не пришли да и сказали что но если мужчина когда быть родит может скормить то есть да вот такая загадка природа почему и того и другого пола это есть но наверное это не просто так да ничего лишнего не бывает в организме наверное мы просто еще пока не понимаем да почему это и молочная железа очень гормонально зависимый орган и когда ребенок рождается то за счет материнских гормонов происходит изменение там молочных железах ребенка да они там набухают да может даже могут даже краснеть как у мальчиках так и у девочек до одинаково но через какое-то достаточно быстрое время все это проходит бесследно и да да и все об этом забывают у мужчин кстати тоже бывают и мастопатии мужчин бывают маститы да это как правило гормонального такого характера и даже иногда удаляют там молочные железы тоже если такое нужно да значит молочная железа состоит из долей окружена она жировой капсулой между долями тоже находятся прослойки жира поэтому размер молочной железы и размер груди они не совпадают то есть когда мы говорим о железе она сама небольшая особенно в момент вне лактации да вне беременности она примерно у всех одинаковая а сам размер груди он связан больше с этой жировой клетчаткой и не зря существует поверье что большая грудь совсем не обязательно что дает много молока да бывает маленькая грудь а молока залейся бывает большая грудь а молока мало то есть размер сам он не от железы не от железистой ткани до от жировой прослойки сама железа находится в капсуле соединенной тканой и когда происходит беременность и лактация и железа сама железа увеличивается растягивается эта капсула после того как лактация заканчивается и железа уменьшается сама в размерах то капсула не всегда хорошо сокращается поэтому форма меняется из-за того что вот именно среди тканная вот эта структура она не так эластична как вы помните для соединительной ткани что нужно для того чтобы она была более эластична какой элемент микроэлемент нужен еще кремний и кремний да то есть об этом помним сама капсула прикрепляется к мышцам к ключице и к мышцам грудной клетки то есть железа сама находится внутри этой капсулы внутри жировой вот этой прослойки то есть она очень хорошо еще защищена к тому же сама железа состоит из долей доли состоят из альвеол вот представьте себе хорошую виноградную горсть так куда да вот такая вот крупная с разными там долями вот этот виноград он состоит действительно из отдельных вот этих виноградин это альвеолы да в молочной железе они соединены в такие группки это дольки они имеют свой черенок это проток который соединяется между собой и потом несколько больших протоков выходят в область соска железа существует для того чтобы для чего она существует вообще-то у женщин там мужчины не понятно зачем да у женщин то зачем да для того чтобы производить молоко молоко образуется вот в этих альвеолах откуда молоко кстати берется молоко то откуда там берется в альвеолах что такое молоко грудное женское материнское молоко это фильтрат плазмы крови плазмы крови то есть сама альвеолы ничего не производит она фильтрует из плазмы крови все необходимое что нужно для молока как процесс этот происходит этому что мы до конца сами еще не понимаем каким образом это все происходит да то есть там ничего само по себе не образуется это просто фильтрация того что есть в крови у женщин теперь вернемся к винограду вот смотрите вот гроздь винограда которая только только еще там да вот ранней весной там развивается там уже завязи какие-то виноградин есть да вот так выглядит железа у девочек до периода полового созревания когда начинается период полового созревания то эти виноградинки у нас уже становятся побольше да они уже похожи на виноградин в первом случае это имеет название альвеолы доли первого типа во втором второго типа когда наступает беременность то эти виноградины уже да они уже виноград но по вкусу они еще будут не очень да хотя уже они вот так можно есть но они такие не очень вкусные будут и наконец это это альвеолы и доли третьего типа так выглядят и когда происходит лактация то это тот виноград который вкусные сладкие которые можно есть вот так выглядит железа во время лактации и это доли четвертого типа называются то есть доли те же самые они трансформируются да когда лактация заканчивается то происходит обратный процесс то есть альвеолы доли начинают немножко да так вот усыхать будем так говорить и из долей четвертого типа они переходят в доли третьего типа а потом как правило в доли второго типа но доли второго типа которые прошли вот эту трансформацию они отличаются очень сильно от долей второго типа которые этой трансформации не прошли они хотя и похожи но они отличаются то есть вот это что это у нас виноград уже да получается но виноград ведь тоже у нас бывает разный согласитесь бывает сочный вкусный да такой жирный виноград а бывает такое кожица и косточки да то же самое здесь абсолютно то же самое но здесь вот какая ситуация вот те доли которые прошли вот эту трансформацию через четвертую долю вернулись снова ко вторым они как бы расходовались вот вот этот свой потенциал да вот эту энергию трансформации а те которые не прошли у них как бы в резерве остается вот эта энергия трансформации поэтому как вы понимаете что риски по изменению самой клеточной структуры долей альвеол они намного выше в каких долях которые не прошли трансформацию естественно у них есть резерв трансформироваться которые они не прошли поэтому те которые прошли они более защищены при этом здесь не играет роли сколько женщина кормила по времени да главное что трансформация это произошла то есть молоко было лактация была здесь скорее играет роль сколько раз это происходило знаете прошли они трансформацию один раз два раза три или четыре да то есть есть чем больше они прошли раз эту трансформацию тем собственно говоря больше они израсходовали вот этот потенциал а так это знаете вот такая застывшая энергия которая для изменений есть но изменений нет поэтому определенные факторы они могут привести к тому что вот этот процесс запустится но тогда вне беременности и лактации это что получается у нас онкология у нас получается онкология у нас получается то есть трансформация когда она не нужна поэтому один из моментов профилактики это все равно остается беременность и лактации это основной момент ну как вы знаете на сегодняшний день конечно пропаганда грудного вскармливания достаточно хорошая все это уже прекрасно знают и понимают хотя еще есть женщины которые как бы считают что до грудь не надо портить да там лактации так далее но это как бы их дело но количество детей ты все равно нас как правило ограничено все-таки согласитесь поэтому если мы посмотрим там на 100 лет 200 лет назад то женщины рожали кормили рожали кормили да то есть и они же всех кормили да есть особо было и нечего поэтому они всех кормили то есть да вот эта защита по сути молочной железы чтобы вот эта энергия трансформации она вот расходовалась у нас сегодня этого нет это уже у нас минус значит вот сама стадия формирование железы она заканчивается где-то к 23 годам это не значит что там женщина раньше не может забеременеть и родить но вот сама как бы да вот сама структура вот самой железы полноценно она заканчивается завершается 23 годам поэтому считается что до 23 лет не желательно делать никаких пластиков ну про это я молчу потому что это к медицине отношения не имеет это бизнес и сколько там женщины я знаю которые через это пошли из мастопатии с кистами и в общем да при этом хирурги говорят что что вы собственно так беспокоитесь мы железу не трогаем мы под капсулу это все вводим но вы же понимаете что инородное тело здесь а потом сколько этих вот а вот этих протезов сколько они прорывались сколько этот гель вы выливался да сколько там всего этого было плюс не не дам организм может это все оттолкнуть это инородное тело давление ухудшение кровообращения лимфооттока ну да то есть вот красота требует жертв только непонятно зачем в данном случае кроме того например американские пластические хирурги они говорят так что каждые три года процесс надо менять потому что через пять лет начинается рубцевание а когда происходит рубцевание то во-первых сама может железа деформироваться уже да и плюс рубцовый процесс это совсем уже другая история как вы понимаете да у нас в общем тоже никто особо этого не делает и хотя по прослойке это конечно не катастрофа там огромное не огромное такое количество достаточно много да и молодых и юных женщин то делают это то есть это тоже фактор достаточно серьезный но не самый я говорю распространенный может быть к счастью пока следующий момент было на сегодняшний день достоверно известно статистически что если до наступления первой беременности женщина принимает в течение четырех лет без перерыва гормональную контрацепцию то риски по впоследствии получения рака молочной железы намного выше как вы знаете наши гинекологи да вы это особо не вдаются и назначают сплошь и рядом на длительное время а потом девушки и женщины на сегодняшний день все же грамотные у нас да ok google google тебе выдаст все в аптеке это все продается спокойно без рецепта пошли купили пьют да сколько нужно сколько меня таких которые там и по 5 и по 6 и по 7 лет пьют без перерыва да но это опять же особый разговор об этом тоже сегодня не говорим но это и то есть и это конечно очень сильно тоже вредит следующий момент вот смотрите я вам не зря сказала что молоко это фильтрат плазмы крови то есть нужно уже из этого делать вывод что кровообращение кровоснабжение молочной железы очень активная если кровообращение активное лимфоотток будет активный а кровь и лимфа тем более они не стерильны в человеческом организме да уж я так думаю что наконец-то уж на наверно уже все понимают это уже перестают говорить что кровь у нас стерильно да поэтому риски по воспалительным заболеваниям молочных желез я сейчас не говорю о мастите во время лактации заметьте это особая история я вам говорю о подострых воспалительных процессах в молочных железах их очень много и очень часто вот эти самые мастопатии они запускаются воспалительным процессом это может быть вирусы это могут быть грибы это может быть банальная какая-то флора очень много на самом деле грибов и очень часто там находят уреоплазму вот я вам хочу сказать что вот однажды мне мой один знакомый онколог сказал что они там проводили исследование в петрова и подняли стекла цитологические до женщину с изменением там до 40 молочной железы с диагнозом таким да там за много лет у них там была своя работа они там смотрели и уже особенно давние какие-то вещи когда они смотрели на там новом оборудовании при новых методиках да то есть того что не было еще тогда они сказали что оказалось что очень большой процент там не было онкологии там был воспалительный процесс и чаще всего связанные с грибами грибами рода кандита то есть не обязательно то есть понимаете вот этот воспалительный процесс он может привести потом конечно и к онкологии безусловно но я вам о чем говорю что очень часто мы как-то об этом не думаем потому что в основном мы говорим что молочная железа и гормональная система и да как-то вот про воспалительные процессы мы почему-то так как-то не говорим но подразумеваю что если воспаление это мастит это вот во время лактации это вот там совсем все страшно не думая о том что на самом деле мастопатия может быть признаком именно под острого воспалительного процесса в молочной железе опять же вернемся к строению самой молочной железы вот смотрите долей да у них проток и если например начинается какое-то воспаление в протоке а доля и вне лактации понимаете там же не все сухо там есть какие-то процессы да там там у некоторых даже выделяются какие-то там капельки но это не норма но бывает такое вне всякой беременности и если проток закупорен да то формируется вот такое вот воспаление из-за нее может появиться и киста да и и потом уплотнения какие-то фиброзные после того как это все разрешается это воспаление предположим самостоятельно при этом не будет явлений мастита поймите это не температура покраснение бывает такое но это очень редко бывает и такое но это редко а в основном да ну появилась болезненность появилось уплотнение когда у женщины еще там регулярный цикл это будет еще по циклу потому что отек появился усилилась боль отек прошел уменьшилась боль то есть не забывайте об этом и когда мы будем говорить там всякой профилактики о том что мы можем делать то мы об этом обязательно еще скажем обязательно скажем а еще кроме того что очень хорошее кровоснабжение кровообращение естественно потому что эта функция я вам еще сказала что и лимфоотток 1 до лимфатическая система будет тоже очень развита потому что если есть приток будет отток как венозный так и лимфатический а лимфа вся будет стекаться в область подмышки где у нас узлы да если там что там значит в узлах это все будет блокироваться а что у нас подмышками происходит на сегодняшний день дезодоранты как же без них без любимых жить в этом мире да да то есть дезодоранты закупоривает протоки является выделителем всего ненужного из этой области если у нас это закупоривается то лимфатическая система в этой области и лимфоузлы они подвергаются как бы большему воздействию и у них нет варианта очищения у них меньше этот вариант очищения то есть фактор инфекции это усиливает что с этим делать да на сегодняшний есть день есть до всякие уже разные способы и и там чтобы не было вот а всяк случай алюминия хотя бы до который уж там совсем эти все протоки закупорил но тем не менее это есть но это широко распространено куда куда до без этого сегодня жить то есть это фактор который тоже ухудшает состояние молочных желез еще один фактор который тоже как бы нам сложно с этим бороться это наша экология и не просто экология а наш мир насыщен эстрогена подобными веществами эстрогена подобными 2 здесь фактора первый фактор это то что огромное количество женщин в мире на сегодняшний день употребляют гормональные препараты как в качестве контрацепции так и в качестве заместительной гормональной терапии эти гормоны выделяются скалом и мочой источной воды очистки источных вод от них нет на сегодняшний день количество эстрогена подобных веществ в реках особенно вот где крупные мегаполисы оно просто настолько зашкаливает то есть сравнивали воду эту и сравнивали воду там в океане где-нибудь там в центре океана просто огромное количество кишит этих веществ но это эстрогена подобные уже вещества они не те эстрогены которые полезны и у нас они вредны эстроген они немножко другой структуры то есть огромное количество потребления этих веществ которые в мире есть и и и и будет пока да думаю что да и второй момент эта химическая промышленность которая тоже много чего делает да и там тоже очень много веществ которые подобны по по воздействию на организм как эстрогены опять же не полезные эстрогены будем так говорить кстати я читала работу достаточно серьезные ученые да как раз вот по поводу экологии по поводу этого и они сразу и они там четко приводят статистику рост вот этих эстрогена подобных веществ в воде и рост миом изменение молочных желез изменение у рыб и земноводных которые становятся гермафродитами чем я вас поздравляю а кто ж его знает откуда да ну во всяком случае эту же воду потом не только женщины пьют но и мужчины вообще-то действительно вы знаете что количество мужского бесплодия на сегодняшний день уже становится больше чем уже не с женского бесплодия почему ну может быть этот фактор тоже играет роль на самом деле то есть это вообще серьезно что просто с этим делать непонятно да но это это серьезно так ну это вот такие факторы которые от нас как бы мы с вами там да мало зависят теперь к организму ближе поскольку молочная железа это четко гормонально зависимый орган то на него влияет наша собственная гормональная система и изменения в ней начнем с печени и кишечника поскольку вот сейчас про воду говорила да наши собственные эстрогены они имеют несколько фракций вот есть те которые полезные хорошие есть те которые как бы не очень нам нужны и вот эта трансформация происходит в печени то есть печень трансформирует эстрогены все которые для нас полезны то есть если есть проблемы по печени то вероятность того что у нас будет не эстрадиола эстрол больше в большем количестве это выше то есть та фракция эстрогенов который как раз и дает все эти плюс росты да и миома мастопатии все остальное кисты и так далее то есть состояние печени и я вам хочу сказать что в восточной медицине они четко проводят зависимость между состоянием молочных желез и состоянием печени мы на сегодняшний день просто можем это объяснить почему это так происходит это так то есть все застойные изменения в печени все проблемы желчного пузыря который будут на который будет реагировать естественно печень они тоже туда же в ту же шкатулку кишечник в толстой кишке происходит обратное всасывание воды да в кровь у всех и всегда но просто это очень небольшое количество но если мы не пьем воду до себя приучать воду пить надо обязательно потому что жажда это признак обезвоживания организма это сос когда мы воду просто не пьем а у нас жажда это сос это обезвоживание то есть если человек не привык пить воду то организм начинает ее внутри себя крутить просто да он начинает во первых усиленно засасывать в ее из толстой кишки обратно в кровь но первых это запоры однозначно да во вторых это большее количество токсических вот этих эстрогенов попадает в кровь который уже на выход пошли они уже все они отработали они уже не те они пошли на выход мы их обратно значит в русло крови запихнули то есть состояние печени и кишечника то есть запоры проблемы по кишечнику проблемы по печени и опять же не пьем воду как нам заниматься здоровьем печени и кишечника знаете ведь я надеюсь да знаете знают а значит вы на спине и замечательные продукты для этого да для кишечника это прежде всего локла но если есть запоры потому что запоры могут быть по разным причинам не обязательно от нехватки воды то есть и каскара на есть нечелакс да все это все это все это существует да если сами не знаете купите там книжечки со спонсорами поговорите локла рекомендую всех потому что локла это как раз то что адсорбирует вот это все на себя и выводит единственное что когда вы пьете локла помните пожалуйста что воды вы должны пить больше потому что и воду тоже локла выводит для печени нас есть репейник который замечательно справляется с проблемами желчного пузыря есть лифгард который помогает восстанавливать структуру печени есть молочный чертополох который помогает в детоксе печени то есть у нас арсенал весь есть пожалуйста да то есть это все и это все входит знаете это вот в данном случае я не говорю вам о лечении я вам говорю о том что необходимо вот я не могу на сегодняшний день сказать что все пьют достаточное количество воды я думаю что вы тоже это все прекрасно знаете даже мы сами кто знаем иногда у нас чуть больше получается иногда поменьше иногда куда-то мы поехали да иногда там воду с собой не взяли начинается зима холодную воду не охота таскать да то есть воды все равно у нас в том количестве которое нужно мы все равно и не получаем да плюс еще вода должна быть хорошая где же хорошую возьмешь это вообще большой вопрос на который ответа нет на сегодняшний день я думаю ни у кого поэтому пьем то что есть уже да хотя бы хотя бы просто воду пьем с питанием у нас тоже как да вот хоть сейчас у нас в моде зоши здоровое питание но все это здоровое питание иногда оборачивается такой стороной что просто за голову держишь и думаешь боже мой как как вообще так можно качество продуктов да мы понимаем поэтому запоры это тоже заболевания до цивилизации куда же от этого деваться то есть какие-то спастические состояния желчного пузыря или наоборот вялый желчный пузырь до который зависит от состояния вегетативной нервной системы а у нас средства постоянные все остальное то есть это то что нам нужно для поддержания здоровья не для лечения еще раз говорю для поддержания здоровья и когда мы говорим о здоровье молочных желез то мы помним что негативный вклад проблемы печени и кишечника будут носить сюда очень большой вот еще раз вам говорю восточная медицина вообще это выводит на первое место и они говорят невозможно лечить там до состояния молочных желез у женщины если не мы не будем заниматься печенью следующее теперь уже к гормонам непосредственно да потому что я не зря вам гормоны сейчас как причину оставляю на последнем месте потому что как правило всегда говорят именно об этом а посмотрите сколько еще факторов да еще гормонов всяких и без гормонов тут хватает всего но теперь с гормонами которые уже нам точку во всем этом до поставят гормоны которые непосредственно воздействуют на молочную железу это конечно половые гормоны но и не только значит гормон пролактин такой который вырабатывает гипофиз он собственно воздействие на молочную железу он как раз и трансформирует это все в виде вот да вот далее то что мы с вами говорили типами когда наступает беременность потом лактация но гормон но пролактин он такой знаете вот вообще гормоны все вот я всегда говорю что гормональная система в нашем организме эта система информации это нужно четко совершенно понимать то есть гормон он несет какую-то информацию каждый гормон он несет специфическую информацию но кроме этой он еще и общую несет всегда то есть у всех гормонов кроме узконаправленного действия есть еще такое общее действия вот пролактин он очень знаете такой гормон который очень реагирует на стресс то есть бывают изменения которые связаны с заболеванием я вам об этом не говорю там там микро аденома аденома гипофиза и так далее а может быть такое что вот он подскочил потом упал потом снова подскочил упал то есть нестабильный такой потому что когда это заболевание там гипофиза он будет высоко высокий и стабильно высокий да и постоянно а тут вот так вот то есть это гормон который реагирует на стресс то есть когда у нас вот такое изменение пролактина то он выскакивает он вроде в норме то в первую фазу такой то вторую фазу такой то это показатель того что организм находится в состоянии стресса по каким причинам да это другой вопрос это может быть действительно какие-то стрессовую ситуацию а это может быть вообще реакция до женщины на жизнь как на стресс мы с вами говорили уже о стрессе да но это же гормон который влияет на молочные железы и 5 молочные железы под воздействием вот этих скачков пролактина да то там все пытается набухнуть да то падает это снова то есть вот этот вот элемент трансформации да он может и включиться второй гормон который тоже непосредственно связан с молочными железами это окситоцин окситоцин который многие знают потому что он участвует в родах это действительно так он дает сокращение матки но женщины которые кормили детей они знают что как только ребенок берется за грудь и начинает сосать особенно сразу после родов идет что с маска матка спазмируется до матка спазмирует то есть они очень такие содружественные в данном случае окситоцин связан с не только с образованием молока но он связан с найти с со снятием спазма протоков то есть если окситоцина мало окситоцин ведь не только в родах окситоцин есть у всех и у детей и у взрослых и у мужчин и у женщин мы его просто как бы связываем с родами там с оргазмом и но на самом деле это гормон и выше называют социальным гормоном потому что без него невозможно построить близкие отношения то есть доверительность к миру к людям доброжелательные отношения это нам дают окситоцин вот я всегда говорю там беременным когда мы с ними общаемся по поводу родов и в родах что если не будет доверия тем людям которые находятся рядом врачам там медсестрам роддому не будет окситоцина своего не будет то есть это гормон который нам дает вот это ощущение доверия миру если нет доверия мира нет окситоцина то есть вот с окситоцином тоже большая проблема на сегодняшний день да а это гормон который тоже непосредственно влияет на молочные железы именно на протоки очень много протоковых изменений в молочных железах нарушенное соотношение эстрогенов прогестерона то есть а в эстрогенах которые вот другого типа да и страны так далее в других фракция которые больше токсичны чем полезная мужа сказала но и соотношение прогестерон эстрадиол да она тоже очень многих нарушается в сторону эстрадиола и снижение прогестерона и это тоже вызывает вот такие изменения в молочных железах то есть смотрите молочные железы периодически от нашего организма от наших гормонов получает какой-то сигнал да то вроде давайте трансформируемся то вроде и не нужно это да вроде давайте обратно тогда потом снова трансформируемся там снова обратно да то есть там вообще клетки не понимают вообще что им делать да что там происходит на самом деле потому что вот этими всеми гормоны мы все время как бы дергаем да и тут уже все факторы плюс которые я вам уже сказала да печень кишечник экология и все остальное все это накладывается в результате да мы получаем то что получаем как я вам сказал по статистике 60 процентов на самом деле реально больше ну и завершение вот этого всего вот этого да вот конгломерата который приводит к этим последствиям негативным это даже не психоэмоциональное наше состояние и состояние там стрессорности а это в принципе понимаете девальвация духовных ценностей которые мы на сегодняшний день в мире до переводим совершенно в другие материальные ценности вообще молочные железы это орган сакральный у женщины в египте например древнем египте до ритуалы ритуальные действия всякие они проводились там были специальные чаши из которых давали спите вот эта чаша она была по форме женской груди греки считали молоко вообще вот священной такой жидкостью то есть и зевс когда у него родился геракл а геракл он родился земной женщины да он был полубогом и зевс хотел чтобы он был богом а для того что он был богом его должна была вскормить грудью богиня и однажды когда гера спала его женой была гера в то время он подложил геракла и груди геракл вцепился в грудь стал сосать она проснулась а поскольку она ненавидела всех внебрачных детей зевса да и было очень агрессивно к ним она его оттолкнула молоко и брызнула на небо и образовался млечный путь млечный а капли упали на землю из них появились лилии то есть молоко всегда считалось до чем-то священным и молочная железа это нечто священное потому что кстати вот это фильтрат вот мы говорим да вот нашим таким простым языком медицинский не медицинский материальным это фильтрат нашей плазмы крови но по сути это вообще квинтэссенция самой женщины понимаете потому что там все там ведь не только белки жиры углеводы тем более что это все уже переработанное женским организмом из питания в готовом виде эта женщина уже через себя проработала плюс там все ее гормоны биологически активные вещества то есть все и психоэмоциональное состояние то есть антитела да то есть там там вообще вот это это по сути квинтэссенция женщины то есть молочные железы способны создать то что мы на сегодняшний день не можем создать то есть у нас есть молочные смеси ребенок не умрет голода но мало ни одна молочная смесь не способна заменить молоко женщины ни одна какая бы она ни была сбалансирован потому что в ней нет женщины самой понимаете в ней есть вещества женщины нет матери там нет а там же эта женщина да и плюс мать допустим вот что это такое поэтому считается что молоко это вообще вот это такое такое вещество которое содержит вообще духовная женщина поэтому греки в общем вот они по сути были недалеки от истины на сегодняшний день у нас ведь функция молочной железы она да как бы мы понимаем что да это важно вскармливание ребенка важно все теперь уже почти об этом знают но детей первых немного у нас до поэтому молочная железа она не находится в состоянии постоянной лактации да как у женщин которые рожали там раньше до один за другим поэтому молочная железа становится да вот появляется такой культ молочной железы как органа эротического сексуального поэтому пластика ради этого да то есть мы по сути расплачиваемся да вот за эту девальвацию ценности наш потому что сексуальность сексуальностью но это не основное да и если мы говорим все-таки о сексуальности то молочная железа привлекает мужчин не только за счет того что это орган который связан с окситоцином и оргазмом да она еще привлекает их по другой более глубинной причине потому что это материнская грудь это тепло это питание это безопасность то есть это вот под маской эротизма идет но на самом деле там подоплек это вообще другая то есть мужчина то нуждается в чем в женской груди он нуждается не в окситоцине он нуждается он нуждается в этой безопасности тепле и комфорте вот в чем а пластика здесь не помогает поэтому кстати многие мужчины говорят что пластика когда до у женщины сделано пластика груди а некоторые говорят ну это вот это ирзац какой-то это вот обман да это вот вроде смотришь да а потом когда трогаешь вот обман какой-то да вот бессознательно они это ловят это не то то есть посмотреть можно а все дальше нет этого того чего они ждут поэтому это фактор тоже который вот я говорю в эти искажение вот это психологическое искажение роли она потом сказывается на физиологии однозначно безусловно никуда от этого не деться с причинами разобрались теперь давайте посмотрим что же происходит что такое мастопатия да почему это такое вот слово которое на слуху почти уже у всех да еще не сказал про щитовидную еще железу конечно 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 нет вообще по истории если посмотреть там в общем много чего интересного знаете вот средневековье когда женщина вообще стала исчезти амада да такое вот был период в истории человечества когда женщина считалась исчезти амада там сколько их на кострах сгорала до в основном женщина не мужчин меньше и все что исходило от женщины было да вот дьявольским и женская грудь тогда тоже запрет на женскую грудь вот в испании девочкам накладывали такие свинцовые да вот пластины на грудь чтобы она не росла вообще да потом в эпоху возрождения появляется наоборот культ да как вскармливание да и мы видим вот эти то картины да 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 вскармливание да и вот у меня там вконтакте это как раз ли леонардо да винчи да вот этот фрагмент из картины где мы это видим кстати я вам хочу сказать что я не помню чтобы я на православных иконах видела вскармливание ребенка грудью вот я всяк случае не видела это а там тоже нет по моему открытой груди открытая грудь да а мне кажется что нет ну вот что то ну в общем меньше во всяком случае да кстати 18 февраля это с по моему святая агафья она покровительница молочных желез 18 февраля точно помню до щитовидка и молочные железы связаны напрямую смотрите при снижении функции щитовидной железы и гипофункции щитовидной железы а в основном все таки у нас так такая тенденция идет на сегодняшний день то гормон который активизирует работу щитовидной железы он также способствует выработке усиленного пролактина поэтому гипофункции щитовидной железы и проблемы молочной железы они напрямую связаны между собой иногда выходит на первое место именно проблема молочной железы потому что нам это проще диагностировать и по ощущениям это быстрее проявляется как болезненность какие-то уплотнения потому что гипофункция щитовидной железы кроме слабости утомляемости и так далее она никак не проявляется пока мы анализы не сделали и там не увидели что и как то есть щитовидная железа молочные железы связаны напрямую да это так и итак мастопатия мастопатия это общий такой термин который говорит о каких-то проблемах молочной железы значит выделяют несколько видов этого это масталгия боли при молочных железах мастодини увеличение молочных желез болезненная и структурные изменения уплотнения да это уже как бы сама мастопатия увеличение болезненная молочных желез как правило происходит в пмс да вот у женщин репродуктивного возраста это как как правило происходит перед месячными при этом это может быть разных разной степени у некоторых просто до чувствительно становится давнин несколько болезненно некоторые не могут туда может даже на животе спать иногда там по ступенькам даже больно до спускаться потому что молочная железа в этот момент может увеличиваться в объеме до 40 процентов за счет скопления жидкости жировой клетчатки происходит растягивание капсулы и за счет этого сильная болезненность я вам хочу сказать что очень многие считают это нормой то есть если это вот не в такой степени что невозможно там спать на животе и там спускаться по лестнице да и просто вот там грудь надо держать несколько дней чтобы вообще вода не дай бог чтобы кто-то до нее не дотронулся если это просто более или менее так еще можно с этим жить то есть многие считают что это норма ну да перед месячными молочные железы увеличиваются там болят мечные значит скоро будут да ну пройдут и все это не норма этого быть не должно во всяком случае если железа увеличивается то это не в такой степени чтобы женщина даже это ощущала то есть если есть ощущение болезненности тяжести до отека такого то это не норма это не норма это уже вот первая степень изменения мастопатии это уже мастопатии да поэтому я и говорю что статистика здесь неверно если мы это все включим то будет понимаете больше 90 процентов изменений при этом вот это вот степень изменений вот связанная с пмс она тоже разная первая степень это когда вот эти изменения они где-то появляется там за несколько дней до месячных но это еще можно как-то пережить даже если это очень сильно больно до обычно женщины так к этому относятся бывают ситуация когда это ощущение появляется за неделю там за 10 дней до месячных то есть полцикла вроде ничего а с половиной цикла уже все плохо у некоторых и это еще и продолжается после окончания месячных это уже вторая степень мастопатии а третья степень мастопатии когда болезненности уже нет но есть уплотнение то есть вроде как уже у нас такого отека и болезненности нет а вот уплотнение уже есть которые не проходят до независимо от месячных это уже третья степень мастопатии значит вот эта мастопатия это структурное изменение вот этой железистой ткани то о чем мы с вами говорил вот этих виноградин да вот это изменение причина вот этого увеличения она может быть связана как только с гормонами так и с инфекцией плюс гормоны просто гормоны когда особенно это еще репродуктивный период и цикл то вот это изменение то есть прогастерон он всегда так способствует притягиванию воды понятное дело да потому что гормон беременности поэтому это фактор ведь у всех происходит это у всех женщин репродуктивного периода цикл по циклу меняются гормоны но не у всех это бывает так выражено то есть у тех у кого выражено почему я говорю это не норма значит есть еще какой-то фактор это может быть печень это может быть кишечник это может быть инфекция поэтому нужно выяснить чем это связано потому что те у кого это просто связано с гормонами во первых это несколько дней и не так сильно и достаточно легко снимается это все препаратами а у кого не снимается значит искать надо причин чаще всего это бывает еще вот я говорю вот этот самый воспалительный процесс который там идет по пмс хочу сказать что по статистике более выраженный пмс у тех у кого в рационе на 70 процентов больше сахара на 60 процентов больше соли нехватка цинка нехватка железа цинка и железо да то есть кроме всего прочего нам нужно еще отрегулировать питание железо и цинк то есть многие изменения которые еще не перешли знаете в такой вот стадию уже таких закоренелых мы можем часто изменить достаточно легко образом жизни питанием добавками да то есть иногда все это вот восстанавливается потому что это значит что это не произошло что то есть критичного еще ничего нет но этим надо заниматься потому что меня всегда вот поражает когда там женщины приходят там у них там предположим там мастопатия там кистозно-фиброзная мастопатия то есть там уже кисты какие-то мелкие есть молочных железах ну я спрашиваю что мама бы там была у мамолога что мамолог назначил до наблюдаем наблюдаем раз в год делаем узи наблюдаем раз год делаем узи а чего ждем то а чего а чего ждем то когда это перейдет стадию когда уже будем оперировать чё ждем то я не поняла я вам сказала вот в начале да сколько сколько может быть проблем и пока это еще не зашло далеко мы с этим можем справиться когда это зашло далеко и перешло в онкологию да не зря американцы говорят удаляем да давайте лучше удалим потому что понимают что с этим мы уже если проявилась сделать особо ничего не можем да поэтому поэтому удаляем то есть это что же не так просто но тем не менее вот да получается так как чем мы ждем то мы ждем когда вот придет вот это все ну да иногда назначает там да и некоторые же дом назначают да только они не говорят какой пить да потому что тут же еще качество индола важно иногда мастодинон назначают мастодином люблю кстати он такой растительный гомеопатический и практически помогает хорошо если не помогает мастодинон значит ищем более глубокий процесс на самом деле это точно могу сказать на ранних стадиях хорошо помогает то есть мы если есть какие-то изменения в виде пмс болезненными такими вот изменения молочных железов если есть какие-то уже структурные изменения в виде там уплотнений мы ничего не ждем это говорит о том что все уже вообще это по стадии гомотоксикоза особенно если кисты это уже почти мы переходим к необратимым стадиям чего мы ждем то печень кишечник противовоспалительное поговорим о том какое да и еще некоторые препараты которые у нас есть в арсенале хочу сказать что на самом деле после родов 99 процентов женщин есть молоко один процент может быть либо из-за какого-то стресса очень сильного который женщина получила либо какие-то особенности ее собственного гормонального фона какие-то гормональные серьезные нарушения во всех остальных случаях есть всегда другой вопрос что первые там у три дня обычно молозиво да там его мало потому что ребенку нужна не еда ребенку нужна иммунная защита то что он получает это вообще бесценные капли просто бесценные для ребенка молоко прибывает обычно на третьи сутки я вам хочу сказать что мы восстанавливали лактацию когда там женщина у них там было там кесарево и мы делали антибиотики там были осложнения до прерывали там лактацию она не кормила молока не было потом уже все восстанавливался на гол я хочу кормить ребенка да и там и через месяц и через два восстанавливали лактацию а по вот я сама читала что не знаю если сейчас такие племена на были племена где женщина рожала но поскольку там эти стиль жизни и требовал того чтобы женщина была работоспособна да и некогда особенно там было да там заниматься только лежать и кормить ребенка то есть она сразу включалась в процесс трудовой а ребенка грудью вскарбила бабушка бабушка это происходило следующим образом ребенку ничего не давали не есть не пить и бабушка держала все время у груди ребенок естественно все время до эту грудь стимулировал и на третьи сутки у нее появлялось молоко то есть понимаете если после а после родов крик ребенка первый крик ребенка все это сигнал да некоторые даже говорят все сразу да вот молоко пошло крик ребенка это такой рефлекторный сигнал который сразу дает выплеск молока поэтому если молока нет значит это либо что-то очень серьезная женщина это очень редко бывает потому что это такой знаете инстинкт практически животные да в нас так еще вопросы появились значит с возрастом что происходит вот смотрите то есть после заканчивания окончания лактации да у наша виноградина превращается в изюм да но изюм тоже полезно потом да он так немножко еще больше усыхает то есть происходит что жировая клетчатка начинает увеличиваться а железа она начинает атрофироваться поэтому кисты это не возрастные вещи там не с чего браться им кистам какие какой там изюм у нас уже совсем сухой что вы о чем какие кисты откуда кисты то то есть там жировая клетчатка и на самом деле если женщина там делает уже там в глубоко климатерическом возрасте узито молочных желез то ей говорят что ну вот уже там да практически вся ткань замещена соединитой тканью да и и жировой тканью нет никакого понятия возрастные кисты нет такого понятия возрастные кисты это это стопроцентный воспалительный процесс стопроцентно то есть с возрастом я говорю да наоборот происходит еще больше атрофей так же как например матки да там же как как придатков так же как там если бы были миомы миомы наоборот усыхают потому что да матка сама усыхает и железа да за счет того что гормоны уже у нас половые идут на убыль она тоже атрофируется и замещается просто то есть размер он может быть даже больше а железа сама да и уже нет практически потому что там соединит ткань и жировая клетчатка который нам кисты не дают кисты дают воспалительные процессы в той железе которая там еще да вот или частично не ну смотрите во первых нет смотрите во первых это все-таки какие-то племена и у них по не по одному ребенку да там эта бабушка я думаю что она может быть не так давно сама закончила дорожать это первое второе очень важно что они у них нет сомнений может или не может быть то есть для них это абсолютная норма поэтому у них нет вот этого да вот как бы в организме протеста против того что это неестественно то есть это нормально поэтому я думаю что у них этот процесс атрофии он просто да не такой интенсивный так хорошо тогда если вопросов сейчас больше нет если там что-то забыла есть да там не только да там им он не только молочные железы на там и еда там изменение настроения у кого депрессия у кого агрессия да то есть да кто-то готов всех убить а кто-то не трогайте меня сидит в углу и плачет то есть это целый симптома комплекс фмс это реакция вегетативной нервной системы на вот перепады гормонов на самом деле то есть здесь как бы причина вот там голове да ну и плюс я говорю то есть все равно здоровьем своим надо заниматься в целом кишечник печень все это остается никуда мы это не денем и питание то что я сказала да то есть это 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 все равно остается и так если какие-то элементы мастопатии есть если при пмс молочные железы реагируют да да и просто профилактически значит что мы делаем для печени для кишечника я вам уже сказала до локла ну локла периодически я считаю всем попивать надо да ну репейник да мы все его любим все знаем да это уже практически до все пьем если есть особенно какие-то уже уплотнения то противовоспалительную терапию нам проводить надо обязательно но что нам дадут антибиотики а ничего а ничего они нам здесь не дадут потому что эта инфекция понимаете которая циркулирует в нашем организме нам чтобы ее убрать нужно знаете залить с антибиотиками получим грибковые процессы дисбактериозы не вылезем потом из этого это это не уберем стопроцентно могу сказать то есть нам нужно менять среду организма вот мы можем это сделать за счет фитопрепаратов потому что мы можем их пить долго до безопасно для себя и у них воздействия достаточно широкий спектр воздействия поэтому вот что я обычно назначаю что должно быть базой это не значит что вы можете что-то еще присоединять пожалуйста ну вот это должно быть базой индол долго долго по 2 капсулы два раза в день долго причем вот у меня есть опыт и когда вообще вот такие кисты когда там и и в молочных железах щитовидной железе там яичника кисты вот такие да вот склонность такая кистообразованию вот когда особенно если мы это ухватили рано не тогда когда там уже это все давно за давным-давно десятилетиями существует а когда еще мы рано ухватили то мы вот у меня и женщины коту которых эти кисты ушли то есть я там назначала предположим молочные железы на там пропил а потом будет то что мне из щитовидной железе кисты не обнаружили там и в яичниках не обнаружили то есть индол от трех месяцев до полугода лучше полгода по две капсулы два раза в день если там серьезные процессы без перерыва но обычно я к индолу назначаю что-то еще и это три тоже базовых препарата которые то я назначаю значит первые там два месяца indole плюс подарка с подаркой только смотрите подарка вот наша подарка она не рекомендуется длительный прием ее при аутоимунных процессов при аутоиммунном тиреудите если она вот чистая так вот как который идет на украину там ее можно хоть по жизни пить а наши как бы там с осторожностью при аутоиммунных процессов но если этого нет то значит два месяца, два месяца индол плюс подарка, потом два месяца индол плюс листья оливы, потом два месяца индол плюс маринда. Таким образом мы перекрываем все. То у нас базовым остается индол, и на него накладываем еще это. И тогда нам все равно, там грибы там завелись или там уроплазма какая-то, или там вирус какой-то, то есть таким образом мы перекрываем все. Еще раз я вам говорю, мы не ищем там воспалительный процесс, мы его не найдем. Каким образом мы его там найдем? Вот еще компьютерная диагностика, она показывает это. А так как мы найдем? Ну мы можем там, если у женщины есть выделение из молочных желез, мы можем сделать посев. А если нет, что мы полезем в молочную железу, понимаете, когда даже там кисты, то есть вот кисты по стандартам их надо пунктировать, если они больше сантиметра. Но вы же понимаете, мы влезаем туда иглой, мы травмируем эти ткани, мы травмируем эти доли. Это тоже как бы, да, мы, конечно, мы смотрим на предмет онкологии, да, боимся ее, но само по себе травматичное вот такое изменение, вот у меня есть женщина, которыми наблюдается уже лет 7. Пришла она ко мне, я онкологию не беру вообще-то, но вот кто-то так ее ко мне направил, значит, она пришла ко мне с изменениями в молочной железе, причем она уже была такого предклимактерического возраста. И у нее, значит, была пункция, эта пункция такой была большой углой, судя по всему, то есть там был след такой серьезный, такой спаечный процесс был сильный, воспаление вокруг, и она пришла и сказала, что по гистологии, значит, ей поставили онкологию, она сказала, я в это не верю, я ничего делать не буду, ну, да, человека, да, там, в наручниках не отправишь к онкологу, если он категорически туда не идет, да. Ну и как-то она так ко мне прибилась, я ей назначала просто общее лечение поддерживающее, да, по печени, кишечнику, там вот это противовоспалительное, все. Семь лет, вот недавно она была у меня, вот семь лет у нее живет. Там периодически что-то там начинает немножко воспаляться, потом уходит, я думаю, что там просто воспалительный процесс на самом деле. Значит, там родственники там что-то перепугались, в какой-то момент отправили ее все-таки повели ее к онкологам, онколог ей сказал, вам когда поставили онкологию? Он сказал, 7 лет назад, у вас нет онкологии. Нет, это я вам к тому, что, понимаете, вот пункция, она тоже как бы, да, вещь такая рискованная, то есть здесь тоже надо понимать, что, да, вот на что мы идем, зачем мы на это идем и что мы от этого получим. Итак, печень, кишечник поддерживаем, да, противовоспалительную терапию проводим. И, значит, есть у нас, ну, про дикий ямс я не говорю, опять же, дикий ямс это вот универсальный такой вообще наш препарат, который для женщин вообще, особенно предклимактерического климактерического возраста, да, это вообще вот основа. Я вам еще раз говорю, что на сегодняшний день мы имеем перевес эстрогенов, да еще не очень хороших, да, поэтому, а прогестерона меньше, поэтому прогестероном передозироваться, как я всегда говорю, невозможно женщинам, это стопроцентно. А тем более это фитопрепарат, да, который не гормон в чистом виде, да, который является прагормоном, поэтому он нам дает и как бы улучшение работы надпочечников и по яичникам, то есть, да, где больше туда он и пойдет, поэтому он, конечно же, показан всегда. Дикий ямс. Значит, смотрите, все зависит от возраста, все зависит от состояния. Репродуктивный, да, период, мы пьем его вторую фазу с 15 по 25 день по 2-2 раза. Предклимактерический мы пьем вообще его без перерыва, там, да, в уже климактерическом периоде, если все как бы хорошо, то можно просто поддерживающий как бы одну капсулу пожизненно пить, пожалуйста. Значит, смотрите, все препараты, в которых есть фитоэстрогены, все наши, да, они здесь все тоже показаны, потому что фитоэстрогены, в отличие от эстрогенов, они как бы по своей структуре, они, ну, как бы, так сказать, легче, они быстрее закрывают вот эти вот рецепторы эстрогеновые, они на них садятся и не дают возможности тем эстрогенам, которые как бы нам не нужны и тяжелые, как-то здесь действует. То есть они быстренько раз и закрыли нам это. Хотя, знаете, это вот так все как бы хорошо, но вот такое растение, в котором больше всего фитоэстрогенов, да, мы знаем, это соя, да, соя как бы считается чистый фитоэстроген. Вы знаете, что у женщин репродуктивного возраста по исследованиям, если они очень много употребляют соя, она дает им контрацептивный эффект. То есть она, они как фитоэстрогены, но они как бы вот похожи, но это не идентичны, да, то есть они закрывают, и когда нам, например, нужно защитить свой организм от ненужных наших же эстрогенов, это хорошо, а вот в репродуктивном возрасте они нам перекрывают действие наших собственных эстрогенов, и могут дать контрацептивный эффект. Значит, смотрите, все фитоэстрогены, да нет, ну в таком количестве вы его не будете употреблять, все фитоэстрогены здесь показаны, все. Это и Эфсис Дунква, и СиЭкс, и при ПМС замечательно, замечательно комплекс валерьяны, хмель, это фитоэстроген замечательный, да, не зря вот мужчинам говорят, пиво не надо пить, потому что, правда, сейчас оно не на хмеле, конечно, а если это настоящее пиво, да, то оно им дает вот эти фитоэстрогены. То есть при ПМС очень хорошо, да, комплекс валерьяны, а еще если отеки и отеки молочных желез, еще добавить уралакс, ну вот замечательно будет, да, вот все, что нужно. И нервную систему приведем, да, в порядок более или менее, потому что мастопатия, еще раз я вам говорю, это всегда тоже, да, вот связано с нервной системой будет. И фитоэстрогены получим. Но я вам сейчас хочу сказать еще об одном препарате, который я очень люблю, часто назначаю, сама очень люблю пить. Как вы думаете, какой? Витамин Е. Витамин Е, кстати, тоже очень хорош при мастопатии, да. Нет. Защитную формуу тоже люблю. Бресткомплекс. Бресткомплекс. Бресткомплекс я люблю. Бресткомплекс, значит, он универсальный на самом деле, да, препарат, то есть его можно назначать на разные ситуации. То есть когда там по анализам, особенно, например, гиперэстрогения, там, или миомы, гиперплазия, кисты, мастопатия, да, то есть вот на все он идет, не только на молочные железы. Молочные железы особенно. Смотрите, что в составе. Семя льна. Знаете про семя льна, да? Семя льна, значит, там омега 6-9 в основном, 3 там, конечно, нет, хотя там пишут, но 3 там, растительных практически нет. Но 6-9 нам тоже нужны. Там все микроэлементы, но самое главное, что у семени льна есть свойства слизеобразующие. И за счет вот этой слизи она дает очень хорошее очищение ЖКТ. Да. Причем не только она и воду выводит, она и отеки выводит. Вы знаете, вот беременным, которым, например, там уже большие сроки, если там отеки и не все уже можно назначать. Вот семя льна, не просто я им говорю, там, как заваривать семя льна. Они заваривают семя льна, у них отеки уходят, потому что жидкость уходит. Не только уходят токсины, но и жидкость вот эта вот, которая пропитывает ткани, она тоже уходит. То есть семя льна, это очень полезно и очень хорошо. А как заваривать? Да вы пейте браскомплекс, зачем вам заваривать? Там, знаете, там пить сложно, потому что там он сразу очень густеет, вы потом его сложно пить. Они уж им деваться некуда, понимаете, там большой срок беременности, куда им деваться, им там не все назначишь. А тут, да? Подождите сначала еще. Значит, с семенем льна понятно. Значит, что еще там есть? Экстракт граната. Вы знаете, что гранат считается первым лекарственным растением. Греки считали вообще гранат символом уз брака. В гранате оксидантов, по последним исследованиям, больше, чем где-либо. То есть мы воспринимаем гранат исключительно как восполнение железа. Зато там есть много чего другого. Так, сейчас. Хотела сказать. А, вот смотрите, даже, например, при бессоннице, при тревогах надо заваривать чай, но с этими вот, не корочками, перепоночками, перепоночками, да. Граната. Граната. То есть дает мочегонный, желчегонный эффект. При климаксе тоже полезен очень. Про антиоксидант я вам сказала. При всяких сексуальных даже нарушениях. Поэтому, видимо, греки считают... ...вот символом уз брака. Дальше. Глюкорат кальция. Вот кальциевая соль, глюкоровой кислоты, дает самый лучший чай, но с этим... ...что гранат считается первым лекарственным растением. Греки считали вообще гранат символом уз брака. В гранате оксидантов, по последним исследованиям, больше, чем где-либо. То есть мы воспринимаем гранат исключительно как восполнение железа. Зато там есть много чего другого. Так, сейчас. Хотела сказать. А, вот смотрите. Даже, например, при бессоннице, при тревогах надо заваривать чай, но с этими вот... ...корочками. Не корочками. А перепоночками. Перепоночками, да. Гранатом. Гранатом. То есть дает мочегонный, желчегонный эффект. При климаксе тоже полезен очень. Про антиоксидант я вам сказала. Да. При всяких сексуальных даже нарушениях. Поэтому, видимо, греки считали его символом уз брака. Дальше. Глюкорат кальция. Вот кальциевая соль глюкаровой кислоты дает самый большой детокс-эффект. То есть то, что нам совершенно необходимо в данной ситуации. То есть смотрите, с одной стороны, вроде у нас пока вот из того, что мы перечислили, ничего такого специфического нет. Но с другой стороны, да, уже сколько полезных эффектов, которые... То есть это я вам к тому, что бресткомплекс это не только для молочных желез на самом деле. Глюкаровая кислота снижает активность фермента, который повышен в клетках онкологических уже существующих. То есть он его блокирует. То есть даже если уже происходят какие-то изменения в этих клетках, да, то вот глюкаровая кислота, она может их заблокировать. Кроме того, гормоны переводят из жирорастворимой воды, растворимую, да, вот состояние, они проще выводятся. То есть вот эти все эстерогены, которые нам не нужны, вредны, они проще выводятся. Экстракт корня кудзу. Это леоноподобное растение из рода бобовых, да, да, бобовых, правильно, которое растет на юге. У нас она растет на Черноморском побережье тоже. Его очень активно использует восточная медицина, потому что действия у него на самом деле тоже универсальные, да. Они тоже защищают организм от онкологического перерождения прежде всего. А кроме того, снижают сахар. А вы знаете, что онкоклетка, в отличие от всех остальных клеток, она живет на глюкозе, так же, как мозг. То есть профилактика онкологии – это снижение сахара. Гриб Майтаки. Ну, тут уже что говорит, да. Все его знают уже, да, потому что пришел он тоже из Японии к нам. Произвел 20 лет назад фурор такой, да, вот в медицине. Потому что действительно действие его уникально. И вплоть до того, что он влияет на иммунную систему таким образом, на Т-лимфоциты, что есть работа, лечение им даже ВИЧ-инфицированных. То есть противовирусный эффект, да, очень высокий. Плюс работа именно на иммунной системе. То есть защита здоровых клеток от онкологии, препятствия метастазированию, если уже есть. Улучшение состояния при химиотерапии, если она уже, да, была. То есть не только предотвращает, но еще и может помочь уже, когда это есть. И способствует выработке собственного интерферона. То есть это противовирусный эффект, очень серьезный. И лютеин, который на самом деле нам способствует производству, ко всему прочему, да, потому что он делает, способствует производству прогастерона. То есть он, да, активно влияет на прогастерон. То есть смотрите, вот какой совершенно уникальный, да, препарат. Поэтому то, что касается мастопатии, изменений в молочных железах, понятно, что дело, что он показан. Но я считаю, что женщинам предклимактерического периода и климактерического периода, потому что изменения в молочных железах и онкологии молочных желез, это не только репродуктивный возраст, да, но это и постклимактерический период очень часто бывает. Потому что вот эти воспалительные процессы, особенно там застывшие, да, они могут тоже к этому привести. Поэтому я считаю, что так же, как дикий ямс, бресткомплекс, он показан всем. Вы посмотрите, действие-то универсальное. И в качестве профилактики одну капсулу, да, так же, как дикий ямс, я говорю, вы можете пожизненно принимать. Если мы лечим, значит, мы дозы, естественно, увеличиваем, в зависимости от того, что мы имеем. Имеем кисты одна история, имеем там уже какие-то подозрения на онкологию, другая история, да, то есть дозы здесь можно увеличивать. И, кроме всего прочего, я говорю, я назначаю женщинам без всяких даже изменений в молочных железах пока, но когда у них сдвиг по гормонам идёт, когда гиперстрогения, особенно когда железо-кистозная гиперплазия, эндометрия на этом фоне развивается, то есть нам нужно там, да, вот немножко эстрогены тоже убрать, потому что в справочнике вы прочитаете, что это антиэстрогенный препарат. Но видите, у него действие на самом деле универсальное, не только антиэстрогенное, поэтому не надо его так сужать. Это такой мощный препарат, да, добавка для исключения вообще онкологии. Поэтому не надо рассуждать, как американцы, давайте уберём, чтобы не было, да, проблем. Давайте просто приводить в порядок, чтобы действительно не было проблем. Я ещё раз говорю, скажем, там гиперплазия, эндометрия, вылезают от эндометрия, вот это полезно для бросс-комплекса. И эндол, и бросс-комплекса, и дикий ямс, конечно. Так, какие вопросы? Скажите, а при гипофункции, вот когда нагружается, ну, обязательно есть гормоны? При гипофункции чего? По-разному. Всё бывает по-разному. Смотря какой ТТГ, смотря какие ТТ-4. Смотреть, смотреть надо ТТ-4 свободы, надо смотреть антитела. Значит, это аутоиммунный териоидит. Как правило, гормоны здесь назначаются эндокринологами для, как они говорят, для того, чтобы железа отдохнула, чтобы снизить вот этот процесс. Но нам надо, на самом деле, здесь не столько гормоны нам нужны в такой ситуации, когда ТТ-4 норма, сколько нам нужно аутоиммунный процесс взять хотя бы под контроль. Кто его возьмёт? Мне 15 лет эндокринолог, говорю, только пейте, и всё, и до свидания. У нас медицина ведь какая, да? Я вот говорю всегда, что я универсальный доктор. Почему? Потому что так сложилась судьба, потому что у меня образование базовое, педиатрическое было, и я работала детским хирургом. А потом 30 лет назад ушла в акушенскую гинекологию. Но параллельно с этим ещё изучала эндокринологию, психотерапию, психиатрию, фитотерапию и нутрициологию, и всё, что можно только, понимаете? У нас медицина узконаправленная. Аутоиммунный процесс – это не эндокринологический процесс. Это иммунный процесс. Поэтому эндокринолог, они даже антитела не контролируют, что, в общем, тоже… А контроль антитела – это значит, сколько железы у нас осталось, понимаете? Если там они зашкаливают, и мы с этим ничего не делаем, то можно, конечно, назначать гормон, чтобы железа отдыхала, но от тканей её погибает. Чем больше антител, тем больше погибает ткань железы. Ну и всё, потом будет заместительная терапия, потому что железы может не остаться совсем. А с щитовидкой всё это с самой нормальной паузи? Нет, не может быть паузи нормально, если там антитела. Это воспалительный процесс аутоиммунного характера. Другого быть не может. Просто если на УЗИ уже увидят, это будет уже поздно. Вот и всё. А вы ещё сказали, что индону важно качество. Ну, во-первых, содержание. Содержание – это действующие эффекты. Конечно. По большому количеству действующей ваты. Конечно. Поэтому я вам говорю про ИНСП, а не про ИВАЛАР. Потом, вы же знаете, как его надо хранить, когда вы уже открыли банку. Где его надо хранить? В морозилке. Активность действующего вещества сохраняется. Ну, вы же знаете, точно так же, как все жироподобные вещества, там, омеги, все вот эти, да, там, лецитины. Если они неправильно хранились, то, да, там, они переходят в другое состояние, токсичное для организма. Ну, да, вот то, что касается, нельзя хранить, знаете, что? Вот нельзя хранить, что? Коллоидные препараты, коллоидное серебро, коллоидные минералы, вот это нельзя хранить из-за электромагнитного поля холодильника, не из-за холода. Так же, как гомеопатия, например, да, то есть. А глицетин хранить тоже в холодильнике? Да, лучше, наверное, в холодильнике, я в холодильнике храню. Ну, все то, что жир, жир такой, я обычно храню в холодильнике, да, да. Надо активно не открыть, баночка, активно съем ее. Так, еще какие вопросы? Есть вопросы? Ну, тогда все, я вам желаю здоровья.